Всем привет! С вами Encrypted. В эфире наш традиционный уже 119 дайджест крипто новостей. И он настолько традиционный, что мы с Андрюхой как в старые добрые времена собрались вместе, чтобы записать дайджест. Поехали! Как вы, наверное, заметили, контента стало немножко поменьше. Во-первых, потому что вот недавно у нас был полный blackout из-за того, что пи***сы опять обстреляли всю Украину ракетами, остановились даже атомные электростанции, на секундочку. Было, короче, очень невесело. Мы поняли, что такое темные часы, на самом деле. Но самый прикольный комментарий был, когда чувак написал, что долб***ь потратили миллионы долларов на то, чтобы я меньше платил за коммуналку. Что интересно, они решили обстрелять всю Украину ракетами еще раз после того, как Еврокомиссия признала Россию террористическим государством. Они просто взяли и подтвердили то, что вот накануне проголосовали. Немножко новостей с волонтерских фронтов, с наших. Пикап уже в Украине, уже покрашен. Дайджест выходит в воскресенье и, возможно, в субботу мы уже получили. Если мы получили, то вот здесь вот будет видосик. Субтитры сделал DimaTorzok Также на митапе мы собирали на помощь людям Николаевской и Херсонской областей. И мы продолжаем закупать топливо, потому что туда едет гуманитарка, обратно едут люди, женщины, дети, чтобы зимовать в более безопасном и приспособленном для этого места. Потому что в Херсонии все уничтожили, всю инфраструктуру. Там нет ни тепла, ни света, ни хера, короче, ни воды нету. Ну, то есть полная жопа. Также мы в одном из прошлых дайджестов, вернее, в прошлом, говорили про то, что мы участвуем в покупке колясок для детей-инвалидов. Короче, мы покупаем вот такие вот тубы от каких-то снарядов артиллерийских. Там будут подписи Кима, Марченко, генерала и Николаевского Ванька, для тех, кто в курсе, кто это. Каждая такая штука стоит 1300 евро и, соответственно, коляска стоит 1300 евро. Вот мы одну купили и откликнулся SEO Cryptorunk. Спасибо тебе большое за то, что еще одна коляска поедет туда, куда она нужна. Если вы также хотите поучаствовать, пишите нам в бота или в комментарии, мы с вами свяжемся и сделаем еще одно хорошее дело. А еще на следующей неделе я поеду на Западную за буржуйками. Я буду Иван Буржуйка. Короче, привезем, не знаю, штук 20 буржуек, потому что вот в Херсон сейчас более-менее едет, гуманитарка, а вот села, которые по пути в Херсон, там просто ни хрена не осталось, ни одного живого дома. И людям нужно что-то, чтобы готовить еду, обогревать как-то дома свои. В общем, долучайтесь до гарных справ. На самом деле, очень вы много чем можете помочь, просто надо начать. Переходим к новостям. Крах и банкротство FTX и Alameda не могли пройти бесследно для рынка, и последствия мы ощущаем до сих пор. И вот одна из компаний, Genesis, предупредила о возможном банкротстве. Что на языке криптюнов означает «нам пи***». Криптоброкер Genesis предупредил своих инвесторов о возможном банкротстве, сообщили Bloomberg со ссылкой на источники в компании. Источники утверждали, что к компании не хватает 1 миллиарда долларов в ликвидности, чтобы продолжать полноценную работу. Теперь их потребности уменьшились вдвое, до 500 миллионов. Официально брокер не подтверждает риск краха. Мы не планируем в ближайшие дни объявлять о банкротстве. Наша цель – нормализовать текущую ситуацию, не прибегая к такой процедуре. Для этого Genesis ищет консенсус и ведет конструктивные переговоры с партнерами. Естественно, Genesis начали искать средства, чтобы попытаться себя спасти, искать инвестиции. Они обратились к Binance и к Apollo. И что вы думаете? Им отказали в инвестициях. Это была информация от Wall Street Journal. И Binance отказались, сославшись на то, что у них, возможно, будет конфликт интересов в будущем. А Apollo вообще поморозили и никак не прокомментировали это обращение. Ну и Genesis решили, что скрывать что-то нет смысла, потому что все равно так денег никто не даст. И, короче, раскрыли все свои долги. Компания Genesis Global имеет на своем балансе 2,8 миллиарда непогашенных кредитов. Около 30% кредитов выдано связанными сторонами, включая материнскую компанию Digital Currency Group в паре Сильберта. Сильберт отметил, что DGC имеет обязательства перед Genesis в размере 575 миллионов долларов. В письме он также описал вексель на сумму 1,1 миллиарда, которую нужно повесить в июне 2032 года. По словам Барри, вексель возник из-за того, что материнская компания не взяла на себя обязательства перед Genesis, связанные с крахом 3 Arrows Capital. Еще Барри просил передать Андрею, что он Зильберт, а не Сильберт. Чего? Все говорят Сильберт? Это просто наши драйтеры написали Зильберт. Ну вот Сильберт, ***. В Википедии, ***. Достаточно тебе? Ну и как обычно бывает в компаниях, в которых все хорошо, Genesis наняли эксперта по реструктуризации. Это же нормально, но все так делают. Криптокредитор, Genesis нанял эксперта из Moelis & Company для проработки вариантов выхода из кризисной ситуации, в которой нет, все хорошо. В том числе для алгоритма действий или потенциальном банкротстве, сообщает New York Times, ссылаясь на собственные источники, знакомые с информацией. Genesis отказался давать развертый комментарий журналистам, но добавил, наша цель решить текущую проблему без процедур банкротства. После краха FTX также был запущен тренд на то, чтобы все биржи показывали свои резервы, так называемые proof of reserve. Запустил этот тренд CZ, насколько я понимаю, потому что у него с резервами все хорошо, и для того, чтобы разорвать рынок на части, он хочет вскрыть компании, у которых есть проблемы, и выкупить, ну или выкупить, правильно? Ты этот, обязательно мотивиться. Так все верно, да. Но, как сказал Владимир Носов в одном из чатов, какой смысл публиковать резервы, если ты не публикуешь обязательства? Потому что резервов у тебя может быть на 10 миллиардов долларов, а обязательств на 15 или 20. Как, вот, похожая ситуация была у FTX. Поэтому без обязательств не совсем понятно, много у тебя резервов или немного. Все, надо смотреть в контексте. Так вот, компания Grayscale отказалась публиковать свои резервы, ссылаясь на соображение безопасности. Примечательно, что дисконт в GBTC приблизился к рекордно низкому уровню, в отметке 45%. То есть раньше GBTC, GBTC это трастовый фонд. То есть 1 GBTC, это одна тысячная биткоина, если я правильно помню. Так вот, раньше они торговались премией. То есть биткоин стоил, допустим, 20 тысяч долларов, они торговались 22 тысячи долларов. И так очень долго было, особенно на обычном рынке. Там еще был лака-период и так далее и тому подобное. И вот когда рынок очень медвежий, сейчас достаточно большой дисконт на их акции. По сути, это отражает текущую рыночную ситуацию, но это никак не отражает их состояние или возможное банкротство и так далее. То есть пока по вот этому признаку рано о чем-то говорить. Хотя много кто говорит о том, что у Grayscale проблемы из-за высокого дисконта и так далее. Мы это на недавнем стриме с Максом и Пашей обсуждали, можете посмотреть. А вот Coinbase Custody поступил как реальный потюк и раскрыл все резервы Grayscale. Потому что у них они хранятся. В Coinbase Custody опубликовали официальный ответ вокруг истории с Grayscale. Заявление Coinbase Custody подчеркивает, что их кастодиальный сервис не является препятствием в этом деле. Цифровые активы каждого продукта в Grayscale имеют собственный адрес сети. Их можно подтвердить на блокчейне, а также предоставить точные отчеты по цифровым активам. В конце компания подчеркнула, что цифровые активы Grayscale максимально защищены от неправомерного использования. Они не могут быть предоставлены Coinbase, использоваться для кредитов и прочих операций. Если вы хотите подробнее рассмотреть, сколько там у Grayscale всего лежит, то в текстовой версии этого дайджеста будет такая табличка, которую вы можете рассматривать хоть час. Что интересно, раньше Grayscale регулярно сообщали о том, сколько биткоинов у них хранится. Особенно, когда они закупали. Если вы помните, в период 2020 года, они очень-очень много биткоинов скупали. Буквально прям пылесосил весь рынок. А сейчас они сказали, что нам неинтересно опубликовать из-за соображений безопасности. На самом деле, скорее всего, у них с резервами все очень хорошо. И вот это заявление о том, что заявление Coinbase, они не могут быть предоставлены Coinbase, использованные для кредитов и прочих операций. Скорее всего, это правда, потому что они находятся в американском регулированном поле. И там за такое очень большое ай-яй будет, если вы будете нарушать. То есть, как вот делал Амеда. Большое ай-яй, не знаю? Да, именно так. Как это в ай-яй-яй? Что интересно, сразу после этого Сизина ехал на Coinbase и сказал, а вот у Coinbase всего 600 тысяч биткоинов. И из резервов у них как раз чуть-чуть меньше, чем 600 тысяч биткоинов. Он сослался на вот этот вот вид Coinbase Custody. В итоге ему объяснил Брайан Армстронт лично, что типа он не прав. И на Coinbase хранится 2 миллиона биткоинов на сумму более 30 с чем-то миллиардов. И он это подтвердил, есть все резервы и так далее. И Сизи в последствии удалил твит. То есть, получилось некоторое недопонимание. Потому что в американском поле ты не можешь брать и просто жульничать. Вернее, ты можешь это делать, но это очень-очень опасно для тебя. Поэтому Coinbase явно не те ребята, которые упадут следующими из-за необеспеченных кредитов. Короче, Сизи неудачно бэканул на Coinbase, но он не унывает и тешит себя надеждой и дальше поглощать этот рынок. Он готов выделить 1 миллиард на покупку проблемных активов. Сио Байнерс Чен Пен Джао рассказал о своих планах по поддержке пострадавшей отрасли и создании фонда на сумму не менее 1 миллиарда долларов для покупки проблемных активов. Он также добавил, что Binance Hogan's L2D сделает еще одну заявку на покупку обанкротившегося кредитора Voyager Digital. А затем они выделили еще 1 миллиард. Видимо, дело пошло. Криптовалютная биржа Binance выделила еще 1 миллиард долларов на свой фонд для восстановления отрасли, увеличивая размер до более чем 2 миллиардов. Поддержать инициативу уже вызвались John Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Animoca Brands, Market Maker GSR и Kronos. Первоначальное совокупное обязательство этих компаний составляет 50 миллионов долларов. Binance прогнозирует, что список участников вырастет. Заявку подали уже более 150 фирм. Есть такой вопрос. Как вы думаете, зачем они покупают вот эти проблемные компании? Вначале это Sam Bankman Free делал или пытался делать до какого-то момента. Помните, в одном из выпусков я даже говорил, что Sam Bankman Free это что-то типа Ротшильда, который скупает весь рынок, когда у него проблемы и таким образом подминает себя, делает из своей компании монополиста. Сейчас это делают CD. Как вы думаете, они покупают для того, чтобы действительно кого-то спасти и эти компании можно починить? Или там какие-то другие мотивы? Напишите свои мысли в комментариях. Еще одна из версий, почему они так делают, спасают проблемные компании, в том, чтобы не было большого количества обанкротившихся компаний, как следствие потерявших, не было большого количества людей, которые потеряли деньги, которые жалуются своим депутатам, своим парламентариям, которые потом выносят законодательные акты о том, чтобы жестче регулировать криптовалюты. И в подтверждение этой версии есть новость о том, что Байден призвал ужесточить международную крипторегуляцию. Сходение FTX и риски криптоиндустрии стали одной из тем саммита на Бали. По итогам этого обсуждения лидеры Белого дома выпустили коммуникет. В нем Джо Байден призвал ввести более жесткие международные правила регуляции крипторынка. Мы приветствуем работу Совета по финансовой стабильности ФСБ и международных разработчиков стандартов. Эта работа должна дать экосистеме криптоактивов, в том числе и с тейблкоином, жесткое регулирование и надзор. Мы приветствуем подход, предложенный ФСБ. Они настаивают на создании комплексной международной системы регулирования операций с криптоактивами на основе принципа Та же деятельность, тот же риск, тот же регулирование. Такой себе принцип, если честно. Продолжение темы. Краткая выжимка фонд с минуток. Напомню, что такое фонд с минутки. Так называют протокол соответствующих выводов после заседания фонд, который определяет валютную политику США. Согласно с выводами каждого из 8 годовых совещаний Федерального комитета по операциям на открытом рынке, публикуется специальный протокол. Комитет анализирует данные основных финансовых направлений и проводит голосование, что касается монетарной политики. К примеру, голосуют за направление движения ставок по федеральным фондам и так далее. Минутки фонд содержат заключение комитета касаемо кредитно-денежной политики, а также комментарии к факторам, которые напрямую влияют на степень инфляции. Теперь к текущим тезисам фонд с минутки. Чиновники наблюдали, что рынок труда оставался напряженным. Многие отмечают предварительные признаки того, что это может постепенно двигаться к улучшению баланса предложения и спроса. Чиновники согласны с тем, что медленные темпы повышения ставок позволят лучше оценить прогресс в достижении своих целей. Заседание ФРС 1-2 ноября показало, что большинство чиновников считает, что замедление темпа повышения процентных ставок скоро будет нужным. Многие чиновники выразили неопределенность в отношении конечного уровня ставки, необходимой для сдерживания инфляции. Все чиновники согласились с необходимостью повышения ставки на 75 базисных пунктов и с тем, чтобы сделать денежно-кредитную политику достаточно ограничительной. Большинство чиновников ФРС поддерживает замедление и повышение ставок в ближайшем будущем. Pantera Capital купили биткоина на 140 миллионов долларов. Главный операционный директор Pantera Capital Мэйчи Горхем сообщил, что фонд купил биткоинов на 137 миллионов долларов. В сделке приняли участие 141 аккредитованный инвестор с минимальными инвестициями в 50 тысяч долларов. Горхем также сообщил, что компания ожидает новое ралли после халвинга биткоина в 2024 году. Что интересно, Pantera Capital это один из самых старых фондов, ориентированных на криптовалюту. И у них точка входа по биткоину очень-очень низкая. И ребята в прошлый раз очень хорошо угадались с халвингом. И в этот раз они явно понимают, что они делают. Во всяком случае, в минусе они точно не будут. Ну, в любом случае, на долгой дистанции. Ну, несмотря на весь этот капец с FTX, с другими проблемными компаниями, с Terra и так далее, более 62% инвесторов получили профит в 2022 году, согласно опросу Coinbase. Если вы не получили профит, значит вы в оставшихся 38%. Вот так вот и быстро посчитал. В Coinbase провели опрос касательно криптоинвестиций в 2022 году. 62% инвесторов, которые вкладывают в криптовалюту, за последний год увеличили свой капитал. Про убыток заявили 12% опрошенных. Остальные 26% остались при своих. Отметим, что речь идет об институционалах, компаниях, фондах и прочих. То есть это вас не касается даже. Еще пару интересных данных опроса. Более половины респондентов, 58%, ожидают профита от своих инвестиций в течение ближайших трех лет. 59% вкладчиков сейчас придерживаются стратегии «купи и держи». При выборе крипто-партнера участники на первое место ставят соблюдение нормативных требований. Затем идут критерии безопасности и доверия. Только 7,9% респондентов ожидают, что в ближайшие 12 месяцев крипторынок сменит тренд на рост. Институционалом все хорошо. Какой вывод? Становитесь институционалом. Институционалом, институционалом. Джастин Сан хочет объединить биржи Полоникс и Хуоби. По Хуоби. Смешно, так не смешно. У нас в сети есть достаточно интересные варианты, как будет называться новая биржа. Полоник Хуоби, Ху** Полоникс, Полоник Ху** Алекс, Полоби и так далее. Если вы знаете другие интересные варианты, пишите в комментариях. Короче, невероятно, к чему это все. Не, это типа к тому, что Джастин Сан решил присоединиться к разделу рынка, может быть. Может быть. Но самое интересное, что странно, что у него не было биржи раньше. Потому что помимо своего щитка, он мог бы делать свою биржу и все. И делать, что хочешь. Но он этого не знает как. Недавно вышел видос. Там где прям Андрюха, там наложили на монтаже решетку. Прямо сидит за этой решеткой. Это все продолжение истории с Алексеем Перцем. Алексей Перцем тем временем останется под стражей еще на 3 месяца. Вот и вся, собственно, новость. Что интересно, продолжает публиковаться и новости, и видосы, и всякая херня с моим лицом вместо лица Алексея Перцем. Это как будто бы прикол, который зашел слишком далеко. Метамаск, о ужас, будет собирать IP-адреса. Компания Consensus опубликовала обновленную политику конфиденциальности, согласно которой инфура будет собирать IP-адрес и адрес эфир кошелька, если пользователь будет использовать ее RPC. А она работает по умолчанию в Метамаске. При использовании другого RPC данные собираться не будут, в зависимости от политики конфиденциальности провайдера RPC. В общем, если вы хотите поменять RPC в Метамаске, мы сделали для вас инструкцию. Можете посмотреть ее у нас на сайте, поменять RPC и не беспокоиться о том, что по IP-шнику вас Метамаск вычислит и даст вам дроп токена. Юнисвап, кстати, тоже будет собирать данные, связанные с кошельками пользователей. Видимо, регуляторы прям хорошенечко им что-то все защинили. Юнисвап опубликовали новую политику конфиденциальности. В ней говорится о том, что платформа собирает некоторые данные в сети и вне ее. Уточняется, что данные, которые являются общедоступными, анализируются для принятия лучших и обоснованных решений. Что касается данных, которые есть вне сети, то Юнисвап не собирает конфиденциальных личных данных, например, IP-адреса или электронной почты. Однако отмечается, что другие внесетевые веб-идентификаторы собираются. Теперь вкратце пробежимся по новостям об FTX, потому что все равно FTX остается на повестке и всплывают новые интересные факты. Давайте посмотрим. Wall Street Journal сообщает, что в прошлом году, когда FTX привлекли 420 миллионов долларов, 300 миллионов из них Сэм Бентман Фрид получил себе за продажу части личной доли в компании. Идем далее. Согласно документу по делам о банкротстве, поданному в суд штата Делавер, банкротившаяся биржа FTX задолжала 50 кредиторам около 3,1 миллиарда долларов. Компания сообщила, что данные о долгах могут быть не совсем правильными и точными, поскольку платежи, которые осуществляли кредиторы, не были отражены в бухгалтерских книгах. С**ть, на 3 миллиарда долларов они не отобразили в бухгалтерских книгах. Копейки. Sequoia Capital просто извинились перед инвесторами за потерю 150 миллионов долларов. Возвращать деньги никто не будет? Скажи, просто простите, пацаны. Так можно было? Также Solano раскрыли информацию по заблокированным активам на FTX и Alameda. Solano успокоили клиентов по поводу проблем FTX. На этой бирже у них заблокировано около 1% от общего резерва. Также они показали все свои активы на FTX и Alameda. Кстати, новый гендиректор FTX, который в период банкротства возглавит биржу, берет за свои услуги 1300 долларов в час. Короче, у нас после поста в телеге люди спрашивали, откуда у них деньги, и выяснилось, что у FTX Group на балансе находится еще 1,24 миллиарда долларов. Это следует из записки финансово-консультанты коммерческой группы Alvarez & Marshall North America LLC. Согласно ей, только у Alameda Research и связанных с ней компаний на балансе остается около 400 миллионов долларов. При этом более 700 миллионов – это непогашенная задолженность других компаний перед FTX Group. Остаток распределен по хранилищам разных подразделений, в том числе FTX Depend и FTX Ventures. Сэмбанг Мамфрид пояснил сотрудникам причины краха FTX. Некоторые сотрудники криптобиржи FTX получили письмо от бывшего генерального директора Сэма Банг Мамфрида. В нем извинился перед персоналом, попытался объяснить причины краха компании и заявил, что верит в ее реорганизацию. Я не хотел, чтобы все пришло к этому. Я бы отдал все, чтобы вернуться и исправить содеянием. Отдал все и заложил бы в кредит, еще взял бы под токены Serum EFTT. Вы были моей семьей. А теперь наш дом превратился в склад мониторов. Оборачиваясь назад, я понимаю, что мне не с кем поговорить. Зато есть с кем поиграть при гулиген. По словам Сэма, он допустил преступное промедление, когда произошла утечка в СМИ, а Binance заявила о продаже запаса EFTT. Также он подчеркнул, что не осознал в полной мере маржинальную позицию и величину риска. Сизи тоже винит себя, но в позднем разоблачении криптобиржи EFTX. Глава Binance и Ченпен Джао сожалеет, что слишком поздно опубликовал твит, который ускорил крах компании EFTX. Об этом он сказал во время прямого эфира на Bloomberg TV. Я много думаю о ситуации с EFTX и виню себя, что слишком поздно написал об этом. Мы, наша индустрия, позволили EFTX вырасти в огромную компанию, а потом начали сомневаться в некоторых вещах, объясняет Джао. И пока на рынке церковь паника, компании банкротятся, люди банкротятся, в общем происходит полная жопа, Binance запускает новый проект на ланчпад. Это Hooked Protocol, токен Hooked. Криптобиржа Binance представила Hooked Protocol, 29-й токен сейл на Binance ланчпад. Токен сейл будет проходить в формате подписки, а снимки баланса будут осуществляться с 24 ноября по 1 декабря. Количество токенов на ланчпаде 25 миллионов Hooked, то есть 5% от общего сапплая. Hardcap 2,5 миллиона долларов, лимит на одного пользователя 15 тысяч долларов. Как поучаствовать? Мы подготовили специальную инструкцию, прочитать ее можно у нас на сайте. На фоне этой новости токен BNB вырос примерно на 7,5%. NFT Marketplace Magic Eden добавит поддержку Polygon. Тогда Polygon добавит поддержку Encrypt. Это уже третий блокчейн, поддерживаемый платформой после Солана и Эфир. Magic Eden сделал выбор в пользу Polygon по двум основным причинам. Первая – это растущее признание со стороны крупных брендов Web2. И вторая причина – это большой потенциал для создания крутомасштабных Web3 игр на этом блокчейне. Прокомментировал главный операционный директор Magic Eden и соучредитель Джинхун Юн. Биржа BitGet получила лицензию на Сейшелах. Клюта биржа BitGet сообщила о получении регистрации на Сейшельских островах. Теперь компания планирует расширить список региональных центров и влечить считать сотрудников до 1200, примерно на 50%. Вместе с регистрацией на Сейшельских островах BitGet также создала региональные центры в Азии и на рынках Латинской Америки. IDEO Research – это ребята, которые приходили к нам на стрим, в частности Лео, запустили NFD Tools. Это универсальный инструмент для криптунов, который поможет избавиться от информационного шума и будет агрегировать всю необходимую информацию о проектах, за которыми вы следите. Сейчас ребята открыли в Discord, доступны задания на Крю 3. Наградой за выполнение станет ролик в Discord, которая будет способствовать получению вэтлиста. Подробнее о том, что это такое, как это работает, почитайте в текстовой версии нашего арт-дайджеста. HIPRO Fund купили долю в Boosty Labs. Украинский веб-трик фонд HIPRO приобрел 25% акций от одной из крупнейших разработчиков блокчейн-софта Boosty Labs. Сумь покупки не разлашается. Мы давно тесно сотрудничаем с командой Boosty. Зная, как устроены внутренние процессы, мы решили инвестировать в эту компанию, потому что считаем, что это самая сильная неизвестимая компания разработчиков с наибольшим потенциалом на рынке сегодня. У Boosty Labs топовые клиенты, в том числе Storage Labs, Mir Protocol и Legend. На этом фоне мы хотим вместе построить крупнейший блокчейн-сервис в мире. Прокомментировал новость соучредитель HIPRO Игорь Перция. Кстати, в видео про Web Summit мы брали комментарии у Игоря Перции, так что надеюсь, скоро выйдет это видео и вы все увидите. Также мы планируем делать стрим и с представителями HIPRO Fund, и с представителями Boosty. Так что ждите, подписывайтесь, включайте уведомления, и вам и с вас. Так, что там у инкриптед? Контента немного меньше из-за этих всех blackoutов, но мы стараемся, вот собрались даже с Андрюхой записать дайджест. В общем, делаем все для вас, подписывайтесь, и, в общем, на вас стало, что подписывайтесь, но вы все равно подписывайтесь, мы еще в конце скажем, что вы подписывались, подписывайтесь, подписывайтесь. Все правильно, подписывайтесь, подписывайтесь. Ну что, сейчас я не знаю, какой точный процент, но все, мы поставим скриншот. Вот такой процент из вас смотрит это видео на потюка, не подписывайтесь. Короче, традиционно выходит по понедельникам экономический словарь, который на самом деле календарь, и я его все равно называю словарем, потому что почему-то у меня так в голове отложилось. Вышел обзор Gearbox, первая часть про liquidity провайдеров. Мы планируем с ребятами провести стрим, в котором обсудим вот эту вот вторую часть, там где про кредитное плечо, про то, как использовать Gearbox в разных стратегиях, для фарминга, для трейдинга на DEX, в общем, будет интересно. Также вышло видео с Key & Encrypted Meetup, несмотря на то, что прошло всего две недели, даже меньше. Получилось топовое видео, как и, собственно, самый веб. Если вы там были, то помашите себе телевизор. Если вас там не было, то посмотрите, как это было круто, и ждите наших следующих ивентов. У нас есть сайт Encrypted.events, на котором мы сделаем форму, где вы можете записываться, ну, то есть оставлять свое мыло и первыми узнавать о новых ивентах. Также на следующей неделе выйдет найден влог с WebSummit'а, и, возможно, выйдет и видео с WebSummit'ом. Ну, наверное, не точно, потому что там очень большое сейчас 2,5-часовое видео, которое мы, скорее всего, разделим на несколько видосов. Ну, в целом, у нас очень много контента выходит в Телеграме, на сайте, в Инстаграме. Подписывайтесь везде, включайте уведомления, следите, чтобы ничего не пропустить. Мы для вас очень стараемся, а от вас просим только внимания. Как и Боженко сказал, больше нечего добавить. С вами был Encrypted. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok